Видите, несколько правил. Первое правило. Не сдавайся никогда. Силы нет, значит ты не прав. Я сегодня рано встал, весь разбитый, как всегда, потому что много энергии отдают. Начал делать йогу. Каждое упражнение по полчаса. У меня 4 упражнения по полчаса. Неподвижное положение тела. Тело прочищается, все невыносимо долго это все происходит, поэтому тело ноет, скрипит. Потом становится сильным очень. И я молюсь. Хоть не хотелось. Я заставил себя все равно. Не сдавайся никогда. Знаешь, что если ты проленешься, ты проиграл. Люди не получат от тебя силы, если ты ее не накопил. Все. Бесполезный, потерянный день. Зря приехал. Никому ничего не дашь. Сил другим не отдашь, сам не будешь счастлив. Все. Я так 2 часа жил. Накопился. Ну, не важно, у каждого свои. Накопил силы, и теперь могу отдавать. Не сдавайся никогда. Пой с любовью, песнь мою. С любовью человек не может сам. У него внутри любви нет. Одни страдания. Когда человек страдает, у него нет любви. Страдающий человек не может иметь любви. Любовь исходит от того, кто побеждает судьбу. Тот, кто в памяти связан с Богом. Включайте молитву от того, кто молится. Синхронизируйтесь с ним, его настроение молитесь так же, как он. Когда в этом случае разум в вас начнет жить, он через слушание оживает. Разум только может побеждать судьбу. Разум это означает сила воли, храбрость, вера, честность, смелость, способность побеждать. Всегда человеку в жизни не хватает только веры и все. Это означает сила Бога. Вера – это сила Бога. Допустим, девушка не может выйти замуж, и не хватает веры в свою красоту. Парень не может выйти, жениться, у нее не хватает веры в свою мужественность, в свою ответственность. Это все вера, понимаете? Но эта вера идет от Бога вся. Если человек наполняется Богом, он наполняет всю свою жизнь всем. В Ведах есть такое утверждение, что если, допустим, человек рядом с морем живет, то ему не нужны никакие колодцы, потому что воды много. Точно так же, когда человек высшую цель получает в жизни, контакт с высшим источником, тогда все остальные цели наполняются сами по себе, легко. Просто вы не знаете механизмы, как это происходит. В целом, следует знать, что человек, который связан с Богом, у него повышается чувство собственного достоинства, правильное достоинство. Есть ложное эго, а есть истинное. Правильно достойный человек очень привлекательный везде. Допустим, человек бизнесом занимается, но он связан с Богом. У него он очень привлекательный, с ним хочется общаться, хочется заключать сделки, хочется с ним сотрудничать, потому что он наполнен правильной силой, такой человек. Поэтому, чего бы вам в жизни не нужно было? Если вы научились через слушание, контактировать с Богом, все, что вам нужно в жизни, вы будете получать. Потому что вы будете наполняться правильной силой, привлекательной, и как бы это всем будет надо в жизни. Никто от этого не откажется. Вы не знаете этих механизмов все, поэтому вы можете сейчас сомневаться, но я это видел в своей жизни много раз. Поэтому человеку не нужно сильно париться там, он, допустим, говорит, я не знаю, как правильно бизнесом заниматься. Конечно, это важно изучить все, но даже если ты изучишь, если у тебя нет силы, ты не сможешь этим заниматься. Вот, допустим, ты изучил, как штангу поднимать правильно, технику всю знаешь, но силы нет, ты ее никогда не поднимешь. Одной технике недостаточно, нужна сила. А сила идет только от контакта с Богом, запомните. Сила человеческая только от контакта с Богом. Та сила, которая от мужа, от жены идет. Вот иногда парень полюбил, у него девушка есть, он петухом становится. Та сила такая, это сила тоже, но она такая, знаете, не очень сильная. Но если человек Богом наполняется, становится богатым, у него сила огромная из него идет. Поэтому стремитесь всем сердцем к источнику силы. Это самое главное. Все остальное, конечно, желание у человека в жизни есть, он не может без них жить. Мы нуждающиеся. Мужчина нуждается в женщине, женщина в мужчине. Все нуждаются в детях, каждый человек нуждается в комфорте. Все нуждаются в пище, в воде. Все нуждаются в мире, чтобы не было войны, в защите стороны правительства. Все нуждаются в хороших законах. И в этой нужде человек постоянно живет. Но запомните, запомните. Все то время, которое вы посвятили контакту с Богом, это будет ваша настоящая жизнь. Все то время, которое вы посвятили контакту со своей нуждой, это будет ваша подготовка к настоящей жизни. Вот все то время, сколько вы спали, работали, ели, заботились о себе, создавали уют, это все не жизнь. Это подготовка к жизни. Жизнь человека живет по-настоящему человек только тогда, когда он контактирует с Богом. Все. Нет других вариантов. Поэтому человек, которому некогда было этим заниматься, он когда тело оставляет, уходит в жизни, сильно страдает и очень сильно мучается от того, что он зря прожил свою жизнь. Зря означает сильно много заботился о себе. Надо было хоть немножко Богу отдать. Чуть-чуть хотя бы. А тот, кто Богу отдает, он жизнь оставляет с улыбкой на лице очень сильно. Я несколько раз видел такие уходы из жизни. Мне повезло. Я жил в святом месте и работал, помогал тем, кто уходит из жизни. Люди приезжали, они занимаются духовной практикой и приезжают оставлять мир в святом месте. Я много раз видел таких людей, как они с улыбкой на лице оставляют этот мир. И потом они сияют, эти люди. И от них благоухание исходит. Как будто бы тело живое кажется. Хотя оно уже такое деревянное все, но кажется, как будто живой человек. Потому что от сияния чистота отходит даже из тела. Я много видел удивительных вещей. Один человек болел раком, он уходил из жизни. Жена ухаживала за ним. И он жене говорит, это не так давно было, несколько лет назад. Жене говорит, дай мне телефон. Мне звонит мой, мне кто-то звонит. Она говорит, да нет никакого звонка. Никто не звонит. Он говорит, ну дай телефон. Ты не слышишь, я слышу. Она дает ему телефон. Некоторые скажут, ну перед смертью галлюцинация там. Посмотрите, что это за галлюцинация такая была. Он берет телефон. Говорит, да, я вас слушаю. Я все понял. Спасибо. Благословите меня. Все. Кладет трубку. Кто звонил? Наставник. Мой наставник мне звонил. Так он давно ушел из жизни. Я ничего не знаю. Мне звонил. И что он тебе сказал? Мне сказал, что завтра будешь уходить из жизни. Готовься. Придешь ко мне. Представляете? Теперь хорошо. Если галлюцинация, значит как-то будет по-другому все. В это время, когда он ему сказал, он готовился целые сутки. В это время, когда он ему сказал. Женя говорит, слушай, подойди ко мне. Красота какая вокруг? Неземная. И он смотрит вот так. Глаза у него просто выкатываются из орбиты от этой видения, этой красоты. И она говорит, что-то ничего не вижу, никакой красоты. Он говорит, ну посмотри в окно-то, какая богодать. И она в окно смотрит, потом к нему поворачивается, а он уже все вот так вот с улыбкой, в таком счастье тело оставил. Классно? Другой сейчас пример вам расскажу. Одна девушка такая же молоденькая. Лет 25, наверное. Всем молоденькая. Рак крови. Руховной практикой занимается. Приехала туда, в святое место тело оставлять. Ходить из жизни. Для меня это было. Молилась, молилась целыми днями. Готовилась к смерти. Что-то смерть не приходит. Начала поправляться. Приступы прошли, вот эти все вот слабости, которые при раке крови бывают. Температура стала нормальной. Она пошла, поехала в больницу, в соседний город. Нет рака крови. Поехала в святое место тело оставлять. Нет рака крови. Все. Она подумала, может это просто так, анализы как бы неправильно сказали. Ну и как бы не поверила в это, продолжает там жить, молиться. И встречается ей человек очень возвышенный. Замуж ей предлагают. Вышла замуж. Вылечилась от рака крови в святом месте. Все. Такие бывают случаи. Понимаете, как Бог дает какие вещи человеку необычные. Одна моя знакомая подходит, монашка, говорит, ты там можешь увидеть опухоль? Я говорю, ну иногда получается. Она говорит, ну посмотри, где у меня опухоль. Я начал смотреть, смотреть, говорю, вот в легком, вот здесь мне кажется, опухоль. Она говорит, правильно, в каких размерах? Я говорю, ну вот такие размеры где-то. Она говорит, все правильно. Рассказала мне, что она 25 лет назад заболела раком. И врачи сказали, надо легкое вырезать. Но она как бы решила, да зачем ей это надо, жить вот калекой. И просто решила, она пошла в монастырь. И решила, сколько Бог даст жизни, столько буду жить. И начала молиться каждый день. И у нее опухоль застыла. Не рассасывается, не растет. И как бы она в сердце узнала от Бога, забросишь молиться, умрешь от рака. Вот она всю жизнь молится, занимается духовной практикой. Опухоль не на йоту не сдвинулась. Какая была, такая осталась, все. Ничего не растет. Она счастливая, здоровая, бегает. И привыкла уже к тому, что у нее там опухоль, не боится этого ничего. Поэтому улыбается, когда я сказал, она улыбается. Да, так и есть. Я ничего себе думаю, как это так. Смерть внутри сидит, а человек улыбается. Вот такие люди бывают, мои хорошие. Давайте, сражайтесь за свою судьбу. Не сдавайтесь никогда. Пытайтесь побеждать. Продолжение следует... Продолжение следует...